не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем любите ваше истинное я добрый день хорошо снова быть с вами я приветствую вас от всего своего сердца приятно снова видеть все эти улыбающиеся лица счастливые лица давайте посмотрим на ваши счастливые лица будьте счастливы будьте счастливы прямо сейчас в этом мире нет ничего что сделает вас несчастны ничего что сделает вас несчастными нет абсолютно ничего что сделает вас несчастными кроме ваших собственных мыслей вашего мышления вашей веры ваших привычных шаблонов которые вытащили за собой в течение многих лет только это делает вас несчастными вы думаете о прошлом вы думаете о будущем вместо того чтобы оставаться сосредоточенными в данном моменте вы предпочитаете думать о прошлом и будущем в данный момент ничего не происходит в этом моменте есть только абсолютный покой абсолютная любовь абсолютная радость абсолютная гармония но когда вы начинаете думать об этом тогда она меняется не так ли идея состоит в том чтобы оставаться сосредоточенными о настоящем моменте в абсолютной гармонии в абсолютной радости в абсолютном покое пребывать полностью сосредоточенными вообще ни о чем не думая если вы сможете сделать это то вы увидите что вы всегда будете счастливы и вы есть силы и присутствие которые заботятся обо всем и это истинная которые всегда счастливы и чисто и спокойно если вы остаетесь центрированно в настоящем моменте то вы есть истинная еще раз большинство из вас ждет чтобы я прочитал вам лекцию или проповедь чтобы я провел с вами беседу можете называть это как хотите но что если я скажу вам что все эти слова которые вы ждете от меня уже находится внутри вас все что я вам говорю вы уже знаете это находится внутри вашего истинного я все то что то чем я делюсь с вами есть внутри вашего истинного я вы есть то вы всегда обладали этим я не говорю вам ничего нового вы все уже получили вы все уже получили все уже находится внутри вас прямо сейчас сию минуту вы принесли это с собой когда родились когда вы родились все пришло вместе с вами все вы создали меня из себя я всего лишь ваш образ если бы вы не родились то я бы не существовало я существую для вас потому что вы родились вы дали рождение не только мне но и всей вселенной именно вы породили бога именно вы породили всех богини всех богов все миры и все вселенная где все это было до того как вы родились разве они существовали для кого они существовали вы не знаете существовало ли что-то до того как вы родились вы говорите что все существовало еще до вашего рождения но это всего лишь снаедение все началось только тогда когда вы родились все стало таким как сейчас когда вы родились вы создали все подумайте об этом задумайтесь над этим все это исходит из вас боги которым вы молитесь существа мир и вселенная которые вы видите это все выражение не вас и ничего более следовательно усматривайте во всем только хорошее усматривайте во всем только счастье радость и покой усматривайте только то что вы хотите пережить ибо все что вы видите становится вашим переживанием зачем думать будто что-то где-то неправильно зачем думать будто что-то не в порядке и обвинять кого-то если вы сами породили все это и это ваше творение это то что вы всегда должны осознавать всегда я сижу здесь разговариваю с вами но я вышел из вас и то что я говорю вы уже знаете это внутри вас почувствуйте это ты единственный нет никого кроме тебя вас не двое не трое не четверо есть только один только один который проявляется как ты в четверг мы обсуждали как избавиться от тех несчастья которые вы можете переживать как выйти из депрессии в общем речь может идти о любой проблеме так вот самый простой и быстрый способ решения таких проблем это любить себя однако некоторым людям это не очень понятно и по этому поводу они звонили мне четыре пять раз четверг я не слишком много говорил об этом так что сейчас мы это кратко обсудим люди спрашивают хорошо любим ли мы выше я любим ли мы нише я какое себя мы любим правда лишь что если мы любим себя то у нас не будет вообще никаких проблем что если мы научимся любить себя то у нас постоянно будет полная гармония и счастье но я которым я говорю это не выше я и не нише я потому что большинство из вас вообще не понимает что из себя представляет выше и я вы только читали об этом вы слышали как я говорю об этом люди рассказывали вам о высшем я но у вас не было прямого переживания высшего я таким образом получается что для вас не существует никакого высшего я и как же вы можете любить его это иллюзия до тех пор пока вас волнует ваше нише я она предстает как ваше физическое материальное я это то я который является грешником который совершает самые разные ошибки который может делать множество неправильных вещей которые должно бороться за выживание это низшие я разумеется вы не собираетесь любить это я так какой же я вы любите вы любите то я которые появляются в настоящий момент то я которые появляются в настоящий момент не имеет никаких проблем не имеет ничего общего ни с высшими ни с низшими я она просто есть по мере того как вы начинаете любить себя не думая об этом с вами начинает что-то происходить вы любите я которые пребывает в настоящем я которая пребывает в моменте сейчас я которая существует каждый момент от одного мгновения к другому и это и есть то я которое вы любите у него нет ни прошлого ни будущего то я который я имею ввиду рождается каждый момент каждое мгновение но новое и свежее это твой я который вы непрерывно любите но вы не можете любить его когда он начинает шутить с вами шутки давай жизнь прошлому настоящему или будущему отпустите это вы можете посмотреть в зеркало и почувствовать любовь к я которая вы видите в это мгновение когда нет ни прошлого ни настоящего ни будущего и вновь возникает вопрос как мне полюбить это я для этого в уме вы представляете самую красивую вещь какой вы только можете вообразить подумайте о ком-то или о чем-то к чему вы испытываете совершенно фантастическую любовь это может быть ваша собака или кошка это может быть человек место или вещь что-то в вашей жизни что вы больше всего любите совершенно безо всяких условий это может быть божество это может быть бонда христос кришна и учитель это может быть нечто важное для вас нечто к чему вы испытываете не обусловленной любовь чтобы это ни было вы должны иметь к этому не обусловленную любовь и вы должны понимать что эту любовь вы испытываете к самому себе вы это кришна вы это бог вы это бунда вы это христос вы божество в гуру это вы сами почувствуете эту любовь это требует практики но я могу заверить вас что если вы будете практиковать это то результаты увидите очень быстро любить себя это одна из самых старых духовных техник в мире тем не менее большинство людей никогда не понимали ее потому что они думают что они должны любить то я которыми они являются то я которые видятся или они думают что они должны любить бога вы не можете любить бога вы не знаете что такое бог вы не можете любить брахмана абсолютную реальность чистое осознавание потому что у вас не было переживания этих вещей вы должны любить то что вы переживали и это вы сами она расширяется становится вездесущим и всепроникающим если вы будете делать это правильно то увидите что можете выйти на улицу и любить все что вы видите буквально все без ограничений ваша любовь будет охватывать всех и вы будете любить без всяких усилий со своей стороны именно тогда с вами начнут случаться красивые вещи именно тогда вы начнете чувствовать нечто такое чего раньше никогда не чувствовали что-то такое грандиозное такое радостное такое чудесное такое красивое и это всегда было вами это смешно но это было вами всегда вы не то что вы о себе думаете никто не является тем чем он считает себя вы это не тело не ум не переживание вы это не деятель это не вы вы не тот человек который сделал все эти ошибки в прошлом не тот человек который жалеет себя это ни в коем случае не вы именно в том видео в котором вы предстаете сейчас предстает бог предстает брахма помните что нет двух я нет высшего я и низшего я есть только истинная и вы есть то именно такие какие вы есть прямо сейчас в этот момент вы ничего не должны делать для того чтобы это произошло чтобы это проявилось вы не должны вымаливать это просить об этом молиться этому желать этого или хотеть этого вам нужно быть просто быть быть тем чем вы всегда мы будьте тем сейчас в этот момент будьте чистым необусловленным истинным я брахманом кроме вас ничего не существует вы единственный вы всегда существовали вы никогда не рождались вы никогда не умрете он никогда не прибывает и в расцвете сил между рождением и смертью кто пребывает в расцвете сил нет никого то был бы в расцвете сил нет никого чтобы испытывать какие-то переживания нет никого кто вы что-то выражал нет никого чтобы быть чем-то знаете себя как безграничное пространство как чистое осознавание почувствуйте это почувствуйте это своим сердцем ощутите как хорошо чувствовать это есть только радость есть только любой прекратите думать единственную силу которые обладают ваши мысли им даете глазами когда вы смеетесь над своими мыслями они рассеиваются и уходят но когда вы верите своим мыслям они становятся все сильнее сильнее они делают все что им угодно знаете что вы уже свободны знаете что вы уже освобождены вам не нужно заканчивать учебные курсы находить учителей заниматься медитацией прямо сейчас вы целиком и полностью свободны полная свобода вы свободны от всего что случилось с вами в прошлом вы свободны от кармы свободная самскар свободно от иллюзии сансары вы не тот человек который должен переживать карму этот человек умер его никогда не существовало ибо для кого есть карма для того кто считает себя телом если вы прямо сейчас отвергаете свое тело то вы также отвергаете и карму вы отвергаете все и становитесь совершенно свободными если вы знаете кто вы то мир никогда не сможет причинить вам вреда если вы верите что вы это океан то у вас есть все если вы верите что вы это пузырь в океане который приходит и уходит то вы обладаете чем-то лишь недолгое время пузыри находящиеся на поверхности океана лопаются волны приходят и уходят но океан остается прежним когда вы идете в кино вы смотрите на экран и видите изображение изображение меняются 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 и меняются есть начало середина и конец все это изображение но экрана всегда остается тем же самым экран не меняется чем бы вы хотели быть экраном или изображением экрана всегда пребывает в покое он просто стоит на своем месте независимо от чего день за днем неделя за неделей год за годом на экране постоянно демонстрирует самые разные фильмы изображение приходят и уходят на экран остается тем же посмотрите на свою жизнь с этой точки зрения если вы страдаете от превратности жизни то вы подобное изображение вы отождествляете себя с изображениями но вы можете отступить на шаг назад и просто наблюдать за изображениями просто смотреть на изображение которые представляют собой людей места и вещи и тогда ничто не может причинить вам вред потому что вы подобно экрана так что сделайте свой выбор чему вы хотите быть подобной океану и экрана или пузырям на поверхности океана и изображением на экране знаете кто вы есть вам не нужно найти себя вы не должны искать себя потому что вы никогда не терялись ваша природа это сознание ваша природа это чистое осознавание ваша природа это абсолютная реальность она никогда не изменится она не зависит от того что вы делаете собой она не зависит от того насколько плохо вы обращаетесь собой все это не может изменить вашу божественную сущность вы никогда не можете изменить это неважно что кажется происходящим в мире то что происходит в этом мире не имеет значения имеет значение то что происходит вашей жизни имеет значение то как вы реагируете на вещи то как вы выносите суждение по поводу происходящего и это определяет то что происходит с вами так уподобьтесь человеку который не реагирует на вещи ничего не судите оставьте все в покое и станьте совершенно свободными почему бы вам не сделать это прямо сейчас тем из вас у которых есть проблема с тем о чем я говорю нужна техника с которой вы могли бы работать есть методика которую мы можем практиковать вместе она оказывает колоссальную помощь сейчас мы сделаем это закройте глаза на вдохе говорите себе кто я перед выдохом вы говорите себе я брахман на выдохе вы говорите себе я не тело вдыхая вы говорите кто я в перерывах между вдохом и выдохом вы говорите я брахман выдыхая вы я не тело если вы не хотите использовать слово брахман можете заменить его на что угодно вы можете сказать я христос я вода говорите что хотите но понимаете то что вы делаете вы объявляете правду о себе на вдохе кто я перед выдохом я брахман на выдохе я не тело давайте некоторое время займемся этим поставь гору в тупик вот и настало время для того чтобы поставить гору в тупик генри собирается сжечь нас он включил обогреватель и так первый тупик может это и правда тупик откуда вы знаете я надеюсь что в один прекрасный день кто-то все-таки поставит вас в тупик это будет хорошо это будет отличный день и этого никогда не случится мэри читает вопросы роберт отвечает на них роберт поскольку ваше отождествление с истинным я завершено в конце этого предложения стоит крошечный вопросительный знак почему в таком случае ваше тело не отпадает кто говорит что мое тело не отпало если вы видите тело то я не могу помочь вам кто говорит вам что вы видите тело откуда приходит это видение кто имеет его кто говорит вам что я это тело это то что вам показывает ваше ограниченное видение это то что она сообщает вам я могу заверить вас что я это не тело и вы тоже не тело здесь вообще нет никаких тел никакого тела нет дома разве вы сиди здесь видите все эти тело вы видите мираж и люди они не существует всегда помните что именно вы видите эти вещи и вы должны вопрошать кому приходят эти вещи это самый лучший способ для того чтобы избавиться от этого путем вопрошения кто увидит это кому это приходит кто чувствует это я чувствую но и кто я продолжайте делать это до тех пор пока форма тела не исчезает я не говорю что я не вижу вас как тело если бы я не видел вас как тело я был бы не в состоянии взаимодействовать с вами но я вижу вас как пузырь на поверхности океана как изображение на экране но по какой-то причине продолжаю удерживать свое умное изображение я способен пробиться через него и увидеть океан и увидеть экран а поскольку есть только один экран и один океан то куда бы я не посмотрел я всегда вижу себя поэтому я вижу вас идеальными чистыми счастливыми и радостной о роберт и этого есть продолжение не могли бы вы сказать кому или чему стало жарко и кому или чему пришлось снять куртку что мы не чувствовали так это и было как вы думаете что это было чем было это не считали это то чем она является как я уже сказал если бы у меня не было образа тела то я не был бы способен функционировать меня бы здесь просто не было но вы видите тело которое должно есть и пить которому тепло или холодно и так далее но это не тело оно кажется телом кажется что это тело но все это лишь видимость такая же видимость как голубизна небо 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 не голубое оно просто кажется таким подобно тому как облака окажутся лежащими на горной вершине но облака не лежат на горной вершине это подобно воде миража а там вообще нет воды это только мираж таким же образом тело тоже кажется реально тело кажется таким но она не существует если вы исследуете это внимательно то увидите что тело не существует если вы действительно исследуете природа тела то увидите что никакого тела не существует и никогда не существовало и все же она действует так будто она существует но она не существует ничего не существует то что мы называем истинным я существует как истинная и ничто иное это абсолютная независимая реальность и это ваша природа это то что вы на самом деле есть если вы размышляете о своей природе то в конце концов вы становитесь тем над чем вы размышляете так что не рассматривайте себя как тело которое испытывает переживания которые имеют проблемы которые проходят через 100 и которые должны делать это рассматривайте себя как брахмана как абсолютное осознавание всегда ловите себя всегда помните что вы должны видеть свой истинный образ вы можете на какое-то время забыть об этом но ловите себя все чаще и чаще и если вы будете продолжать ловить себя то придет время когда вам больше вообще не нужно будет думать об этом вы больше не будете телом умом и вега вы будете свободны и освобождены следующий вопрос есть кое-что чего я не могу понять представляет ли болезнь просто способ очистки предназначенные только для того чтобы избавить планету от негатива является ли целью болезни только очищение тела человека и планеты земля если нет никакого тела то чему требуется очищение если тело не существует то кого вы очищаете что вы очищаете что тут очищать забудьте об очищении старайтесь видеть мир таким как он есть старайтесь видеть мир как иллюзию смотрите на ваше тело как на часть иллюзии не думайте будто вы имеете здоровое тело больное тело или вообще какое-то тело идите выше выходите за его пределы выйдите за пределы всего никак не ограничивайте себя пусть будет что будет не привязывайте себя к обстоятельствам привязывайте себя к абсолютному ничто к нулю знайте истину о себе что вы свободны и освобождены прямо сейчас все само позаботиться о себе все будет само заботиться о себе если вы не будете беспокоиться по этому поводу не беспокойтесь об этом все будет прекрасно работать само собой совершенно неизвестным вам образом но вы сами должны начать движение понимаешь что мир ваше тело и вселенная существует только потому что вы считаете будто вы реально как тело если бы вы не чувствовали себя телом то ничто не было бы реальным для вас до тех пор пока вы чувствуете себя телом все кажется реальным другими словами это начинается с вас с того где вы сейчас находитесь не пытайтесь изменить и внешние условия не пытайтесь изменить мир измените себя знаете истину о себе и тогда вы увидите мир как самих себя совершенным и чистым стоит ли рассказывать своим друзьям о вас если только это не произойдет спонтанно или нормально делать так наш ум думает что было бы неплохо рассказать о вас мистеру x а затем мы действительно рассказываем ему хорошо большинство из вас знает что я не ищу славы имени или чего-то еще я не позиционирую себя как учителя или как что-то еще я нахожусь здесь с людьми которые кажутся приходящими сюда я рад что мы можем поддерживать группу человек в 50 не более того если только нам не придется перейти куда-то еще я ничего не ищу так зачем поднимать большой шум по этому поводу если вы знаете кого-то действительно испытывает искренний интерес к духовной жизни если вы думаете что этот человек готов к чему-то вроде этого но если хотите всеми средствами тащите его сюда но не нужно ходить повсюду и рекламировать наши встречи потому что к нам явится очень много искателей которые приходят только для того чтобы посмотреть и понаблюдать и однажды они отправятся куда-нибудь еще чтобы снова смотреть и наблюдать люди постоянно носятся по всему миру они ищут пытаясь найти правильную вещь правильного учителя правильный сатсанг они делают это в течение многих лет но в результате никуда не попадает когда вы сдаете себя истинному я когда вы сдаете себя сатсангу когда вы отпускаете все свои мотивы когда вы отпускаете все чувства мысли идея сатсанги и просто приходите сюда с открытым сердцем когда вы начинаете видеть что с вами что-то происходит многие из вас говорили что вы начинаете видеть реальность что вы начинаете видеть истину мир больше не влияет на вас не беспокоит вас он не вызывает у вас боль по достаточно далеко продвинулись потому что вы пребываете как ваша истинная вы не думаете о других людях о том чтобы угодить или не угодить им о том чтобы сделать их счастливыми или несчастными потому что вы начинаете осознавать что вы сами это другие люди что вы это они и поэтому если вы позаботитесь о себе то это очень сильно поможет им потому что они являются частью одного истинного я становясь умиротворенными становясь воплощением чистого покоя вы приносите покой мир и тогда куда бы вы ни посмотрели вы увидите покой все начинается с вас оставьте все в покое не нажимайте просто продолжайте делать то что вы делаете и все само позаботиться о себе это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране а а